Стартовый напор РТШ, быстрые атаки по флангам, забегания, передачи, навесы. Хороший момент у полузащитника нашей команды Артура Шлеермахера. Удар в разрез между защитниками. Барнаутскую команду выручил вратарь Богдан Корюкин. Следом еще одна атака. Рыбокоопасный прострел нападающего РТШ Андрея Разборова. Динамовцы самоотверженно защищались, прессинговали, пытались действовать через быстрый обостряющий пас. Футболисты РТШ здорово сыграли в отборе. Перехваты, три скоростные атаки сходу, гол. Разборов рвался в штрафную пробил, мяч отскочил Кириллу Морозову. Полузащитник РТШ отправил мяч точно под перекладину, 1-0. Мы понимали, что команда соперника будет больше играть обороны. И старались играть больше быстрыми атаками, либо атаками с флангов. Как и получился, получается, мой гол. И шла передача с фланга, я подключился в атаку. Чувствовал, что вот-вот мяч меня отскочит. Это как-то так и получилось. Отскочил прямо мне под ногу и пробил. Атаки на Кураже. Отличная передача Владимира Лишенко, удары Либерковского. Еще один хороший пас. Защита гостей в постоянном напряжении. Стопроцентный момент у Андрея Разборова. Наш форвард вышел 1-1 с вратарем, обыграл голкипера. Мяч попал в штангу. Давление РТШ нарастало. Болельщики мощно поддерживали нашу команду. Этот матч мы ждали очень долго. Игра замечательная. Мы очень счастливы. Иртыш забил. Мы ждем сегодняшней победы. Верим в нашу команду. Натиск Иртыша. Высокий темп. Хорошее взаимодействие. Дальний удар Кирилла Морозова. Рывки и открывания главного бомбардира нашей команды Андрея Разборова. Активное подключение защитников Александра Масловского и Владимира Пономарева. И еще один отличный момент. Разборов получил мяч штрафной. Финт удар. Мяч прошел рядом со штангой. Игра нам сегодня давалась. Мы создавали кучу моментов. Конечно, сегодня подвела реализация. Мы должны были в первом тайме заканчивать, наверное, 4-0. Но это футбол, к сожалению. Не реализовали свои моменты. Соперник наказал. 59-я минута. Перехват в центре поля. Быстрый пас. Нападающий Динамо Владимир Завьявов пробил точно в угол ворот. Трудные минуты. Потеря очков в домашней игре очень осложняла борьбу за победу в соревновании команд восточной зоны. Иртыш вновь пошел в наступление. В серии угловых хороший удар Пономарева. Вратарь Динамо чудом выручил свою команду. А мячи насели на ворота соперников. Гости защищались. Главный тренер Артыша Владимир Арайс провел замену. Усилил атаку. Наша команда сумела забить столь нужный гол. Пономарев вновь вовремя подключился в атаку. Протолкнул мяч в сетку. Эти замены вышли. Мы добавили скорости. Заработали этот стандарт угловой. Пошли все кучей туда. Ну так удачно ко мне мяч отскочил. Битва до последних секунд. Гости нашли силы взлететь темп. Едва не сравняли счет. Защитник Артыша Станислав Мареев вынес мяч с ленточки ворот. Это спасение стало решающим на финише матча. Иртыш одержал трудную, но важную победу со счетом 2-1. Просто благодарен ребятам, что они дожали этот матч. Очень сложный. Такие матчи бывают. Но хорошо, что все хорошо закончилось. Соперничество команд продолжится. Следующий матч. Чертыш сыграет 5 мая в Барнауле. Владимир Ростомин, Максим Баринов. Антенна 7.